Художественная выставка «Фуршет-спектакль» – это концентрация 2016. Светское культурно-развлекательное мероприятие состоялось в Волгоградском новом экспериментальном театре 6 декабря. Гостей встречали с живой музыкой и угощением. Ключевым событием вечера была выставка картин волгоградских авангардистов Глеба Вяткина и Петра Зверховского. От стенда к стенду, от картины к картине, переходили гости, пытаясь уловить мысль, которую автор хотел передать мазками кисти. Помогала понять это современное направление искусствовед, член Союза художников Любовь Яхонтова. Надо сказать, что работы этих художников сегодня, их плохо знают в Волгограде, очень мало они выставлялись. И судьба их весьма драматична в этом городе складывалась. Именно потому, что они говорили современным языком, именно потому, что они нашли свой мир. Я думаю, что сегодня, когда уже в Московском музее современного искусства находятся их работы, в Пермской картинной галерее, сейчас после выставки в Саратове мы часть работы не смогли показать и привезти, потому что они остались уже на закупке в Саратовском музее, в Волгоградском музее, в Краснодарском музее, в музее Ковентри в Англии. Ну и кроме того, в очень крупных частных собраниях в Соединенных Штатах Америки, в Италии, Франции. Это художники, которые ценимы в столицах. Надо сказать, что свой круппочитатель есть у Вяткина, свой круппочитатель есть у Зверховского. При общности школы они очень разные позиции занимают в искусстве. И это разный мир. Если Вяткин – это энергия, это монументальное искусство, это мощное, лукавое искусство, ироничное, то у Пети Зверховского – это очень камерный мир, очень лиричный, очень поэтичный. И не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Я думаю, что основная фишка этого мероприятия – это вот эта замечательная выставка. Картины очень необычные и требующие особого к ним отношения. Это живопись не для всех. Пусть не обижаются на меня зрители, да, это живопись для избранных. По роду своей общественной работы я очень тесно контактирую с художниками и знакомы с самыми разными направлениями. Любая картина написана для своего зрителя. И если она его найдет сегодня, и вот эти средства, которые будут получены в ходе аукциона, будут направлены на цели благотворительные, я думаю, это будет основная цель, основной лейтмотив сегодняшнего мероприятия. Видел много интересных людей, картины, которые не оставляют равнодушным, есть картины, которые задевают. Я считаю, что это очень хорошее начинание, когда театральное действие соединяется еще и с художественным. Здесь представлена замечательная выставка Вяткина из Верховского. Это мои коллеги. Я очень рада и счастлива, что волгоградский зритель, вот театральный зритель, сможет в таком хорошем доступе видеть их работы, которые достойны мирового уровня. А меня поразили эти картины. Я люблю живопись. Везде, когда я посещаю какие-то странные города, я стараюсь посмотреть, чем живет этот город. Живопись и искусство, оно в первую очередь олицетворяет дух народа и тому подобное. Качество этих работ мне очень понравилось. Они мне близки по духу. Одновременно в соседнем зале для гостей были накрыты изысканные шведские столы от ресторана «Сливки общества». Струсятина и оленина, шампанское и вина. Качество стола очень хорошее. Редко встретишься на мероприятиях. Качественный шведский стол, хорошо организованный. Мы с товарищем оценили там канапе «Кабан». Шикарное. Развлекали гостей фокусники и мимы. Шаржисты в фойе на скорую руку рисовали портреты. В рамках мероприятия состоялась презентация «Премиум авто» от компании «Агат». Организация великолепная. Еды на всех хватает. Что удивительно, на этих мероприятиях все это быстро заканчивается. Красивые картины, красивые машины на входе, люди. Давно я не был на интересных мероприятиях. Именно здесь дух очень интересный. И вы знаете, я немножко даже поражен. Побольше мероприятий в Волгограде таких. И думаю, что у нас будет все намного лучше, чем есть. Завершился вечер просмотром премьеры из репертуара Волгоградского экспериментального театра. Организаторами авангардного вечера в стиле дягилевских русских сезонов, который теперь будет ежегодным, стали федеральный журнал «Мольер» и компания «Метер Девелопмент Групп». С брендом загородного жилого комплекса «Лебяжья поляна». Анжелика Пехтелева, Анастасия Кузьмина, Сергей Григорьев. Волгоградское деловое телевидение. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова